Творчество поэта Ирины Ермаковой Ирина Ермакова родилась под Керчью, или, как она утверждает сама, на катере, который шел в Керченском проливе. Она получила образование в качестве инженера-строителя и довольно долгое время работала по специальности, конкретно занималась строительством, проектированием мостов. В литературу она пришла уже совершенно сложившимся человеком. В генерации она должна была бы принадлежать к поэтам так называемой «Новой волны», то есть к авторам, которые входили в литературу в 70-е и 80-е годы. Фактически она вошла в литературу лет на 10-15 позже, то есть на рубеже 80-х и 90-х. Ей свойственно, по собственному признанию, объединять себя скорее с группой более молодых авторов, которые принадлежат к среднему и к среднестаршему поколению. Однако вопрос о поэтических объединениях и о возможности прописки Ермаковой по адресу какого-то поэтического объединения очень и очень сложен, потому что сама она ни в какие официальные, да и неофициальные группы не входила и фактически занимает некое особое положение на современном поэтическом небосклоне. При этом ее поэзия читаема и почитаема, она отмечена рядом литературных премий, в том числе такой премии, которая, может быть, не столь известна широкой публике, но зато очень ценится внутри поэтического круга. Она называется «Московский счет». Это когда сами поэты, критики, издатели, редакторы, ну то есть люди литературного мира оценивают поэтические книжки, вышедшие за год в Москве. Причем это не обязательно должны быть книги москвичей, а просто книжки, изданные в Москве. Так вот, Ермакова получала эту премию дважды за лучшую книгу года. Это, конечно же, совершенно не случайно. Ее творчество привлекает внимание очень разных читателей, и это свидетельствует о том, что ее эстетический опыт важен и он востребуется. Так сложились историко-культурные и социокультурные обстоятельства, что в последние лет 20 в русской поэзии становится все больше авторов женщин. Ермакова никогда специально не обращала внимания на гендерные обстоятельства. Дело в том, что есть авторы, которые фактически строят свой творческий метод, свою поэтику и свой художественный мир на подчеркивание, даже, можно сказать, педалирование гендерных особенностей. Для Ермаковой это просто естественное обстоятельство, которое так или иначе влияет на письмо, но оно никогда не выпячивается. Тем не менее, вполне естественно, любой читатель склонен искать в творчестве поэтов женщин какие-то специфические особенности, но как минимум специфические темы, которые не характерны для поэтов мужчин. Есть ли такое у Ермаковой? Да, есть. Ее лирическая героиня многообразна. Она предстает перед нами в самых разных ролях и ипостасях. Но наиболее часто встречающийся образ лирической героини Ермаковой это образ умудренной матери. Это почти такой архетип женщины, которая в каком-то смысле несколько надмирна. То есть, с одной стороны, она абсолютно встроена в земное бытие, в быт, детально его знает и очень хорошо и талантливо умеет его описывать. И в то же время она всегда немножко над схваткой, над миром, над конфликтами. Ермаковой свойственен мотив примирения. Это даже, наверное, не мотив, а скорее тема примирения и милосердия. При этом понимание всех и вся у нее сочетается с возможностью прочувствовать самых разных людей. Нельзя сказать, что ее поэзия такая благостно-примиренческая. Кстати, такая линия тоже присутствует в русской литературе. Нет, ее поэзия довольно драматичная. Иногда она изображает даже трагические душераздирающие эпизоды, особенно, когда речь идет о судьбах каких-то персонажей и неудачников. Но, тем не менее, доминантой в ее творческом мире является тема все понимания, все прощения и попытки примирить конфликтующие стороны. Вероятно, с этим связан также вопрос и об интонации стихов Ермаковой. Она, эта интонация, тоже сложна и удивительна. Стихи Ермаковой спаяны с ее интонацией, всегда спокойной, напевной и немного по-детски удивленной. Эта интонация всегда по-разному соотносится с метрическим рисунком стихотворения, присущим ему темпом с его содержанием, то контрастируя, то входя в резонанс, но всегда отчуждая, сбивая пафос, иронически дистанцируя. Ермакова, читая, словно выражит, словно рассказывает страшную сказку и при этом дает понять, что происходит все это не здесь, а где-то очень далеко и не с нами, в Тридесятом царстве. Евгения Вежлян, критик, поэт. В чем-то Ермакова является неким откликом на поэзию Олега Чухонцева, для которого вот этот баланс между комическим и трагическим, между конфликтами и гармонией, он тоже очень важен. Так вот, Ермакова старается создать динамический, сложный, развивающийся, живой, абсолютно нестатичный мир, который пусть и полон противоречий и конфликтов, но никогда эти противоречия и конфликты не приводят к чувству бессмысленности, бесцельности и глубокой трагичности существования. Вот уж чего нет, того нет. Это своего рода философия просвещенного оптимизма. Да, можно использовать такое слово «оптимист» по отношению к лирической героине Ермаковой, но, повторюсь, это оптимизм очень умудренный жизненным и культурным опытом. Ермакова творит миф, убедительно подкрепляя его достоверность вереницей образов. Энергетика превращений, скорость смены кадров затягивают, создают вихревой ритм происходящего. Окружающая действительность – вода, воздух, краски, звуки, ощущения, деревья, птицы, люди, боги, книги – все это естественным образом живет и взаимодействует в стихах. Афанасий Мамедов – русский писатель, журналист. Что касается взаимопроникновения и влияния культурных впечатлений, впечатлений, собственно, жизненных и бытовых, это тема, которая для многих авторов является конфликтной. Некоторые выбирают в пользу культуры, некоторые, наоборот, выбирают исключительно в пользу жизни, полностью вымывая из своей поэтики какие бы то ни было культурные намеки и даже строя свои стихи, подчеркнуто на легко определяемых жизненных впечатлениях. Для Ермаковой такого конфликта нет. Она, естественно, переплавляет в своих стихах впечатления, как, собственно, житейские, бытовые, культурные, как впечатления от внешней жизни, так и от внутренней, и старается принимать и воспринимать мир во всем его многообразии. То же самое относится и к обращению к культурным пластам. Есть авторы, которые предпочитают вполне определенные культурные области, и с ними работают, и мы узнаем поэта Икс или поэта Игрек по обращению, скажем, к опыту романтизма или барокко. У Ермаковой нет таких однозначно заданных границ, но, тем не менее, какие-то области ее предпочтения все-таки выявить возможно. Кроме того, она очень внимательно относится к композиции собственных поэтических книг. И хотя она пишет отдельными стихотворениями, но затем она складывает их в некие композиционные единства. И вот эти композиционные единства обычно бывают пронизаны определенными культурными линиями, токами, аллезиями и реминесценциями. Ну, например, достаточно упомянуть о ее книге «Колыбельная» для Одиссея. Понятно, что здесь очень важны античные ассоциации, которые, впрочем, возникают и в ряде других ее книг, таких как «Улей» или последняя на сегодняшний момент ее книга «Седьмая». В равной степени для нее важны христианские, библейские мотивы. И здесь, опять-таки, следует обратить внимание на то, что обращение к любой религиозной традиции в поэзии чревато некой декларативностью или пафосностью. Это очень сложный и тонкий момент для любого художника, как не превратить поэтическое слово, художественное высказывание в проповедь или в декларацию. Так вот, обращение к религиозным мотивам Ермаковой также всегда естественно прорастает из жизни. И мы видим часто переплетение античных, христианских и современных реалий, аллюзий и мотивов в рамках одного стихотворения. Например, одно ее стихотворение, которое называется «Свидетель света», я его цитировать не буду, пожалуйста, если захотите, найдете его сами, оно построено на смелом противопоставлении древнего религиозного сюжета и современного антуража, в котором все это воплощается. То есть, только дочитав это стихотворение до конца, мы понимаем, что, оказывается, речь идет не о современных женщинах, беседующих друг с другом, обсуждающих свои житейские и внутренние бытовые проблемы, а, оказывается, о персонажах нового завета. Обратимся к некоторым ярким примерам из творчества Ирины Ермаковой. Первое стихотворение, по сути, представляет собой поэтический автопортрет. На границе традиции и авангарда из затоптанной почвы взошла роза. Лепества дыбом, винтом рожа, семь шипов веером сквозь ограду. Распустилось красно, торчит гордо, тянет корни наглые в обе зоны. В глуховом бурьяне в репьях по горло, а кругом кустятся еще бутоны. Огород ушлый, недоумевая, с двух сторон пялится на самозванку, на горящий стебель ее кивая, на смешно-классическую осанку. То ли дело нарцисс увитой фасолью, да лопуха кладистый с гладкой репой, а под ней земля с пересохшей солью, а на дне небо и только небо. И второе стихотворение про других. Интерес к другим, к чужим судьбам, часто к судьбам несчастным, изломанным, нереализовавшимся, чрезвычайно важен для художественного мира Ермаковой. Праздник. И правда, все зависит от ракурса, от угла зрения, еще точнее, просто от природы зрения, как оптического прибора, позволяющего разным тварям видеть волны разной длины. Что человеку многоцветно, то для кошки черно да бело, а насекомому объемно да фасеточно. С оптикой у Ирины Ермаковой неразрывно связаны и акустика, да и семантика наблюдаемого мира, спелого, упругого, налитого гармонией и статикой состоятельности и достаточности жизни. Дмитрий Бак. Российский филолог и литературный критик. Журналист-переводчик. Субтитры создавал DimaTorzok